Здарова, друзья! Ну, что изменилось, думаю, вы заметили, стулу сзади не видно, он, короче, вообще пришёл в непригодность. Ну, так что придётся играть со старым, с которым я когда-то давным-давно начинал, который всё это время стоял рядом и смотрел на то, как новенький стулик умирает. Так что как-то вот так вот. Ну что ж, что интересного, сегодня мы с вами пойдём в ту самую рубрику, в которой мы, конечно же, успешно будем открывать золотые ящики. То есть открываем золотый ящик и сразу же идём с этим ящиком, ну, точнее, с оружием, которое выпадет с этого ящика на пятую карту в соло-режим. Ну и каждую новую катку, которую мы будем начинать, мы будем открывать рандомное золотое оружие. Ну, не факт, что оно будет золотое, но в целом как есть. Не забывайте поставить лайк, давайте 5000 лайков и, возможно, запишем рубрику голой золотой снайперкой. То ли это будет АВМ, то ли АМР, короче, не так важно, но можете написать в комментариях. Ну и проще говоря, что рубрика тяжёлая, поэтому столько лайков и нужно. Думаю, это логично. Также не забывайте подписываться на канал. Ну и самое интересное, что у нас есть свой телеграм-канал, ссылку вы найдёте в описании, там в целом есть максимально всё, и вы можете купить прям максимально тоже всё. Так что без труда, думаю, найдёте. Денег не так много, поэтому нужно будет немножко поэкономить. Ну что ж, погнали. ФАМА Стальной Фронт, окей. Ну, знаете, вот чисто можно сразу же зайти, с ним по-быстрому слиться, и уже, ну да, как бы всё. Потому что, честно говоря, оружие не из лучших. Но в целом, так-то играбельно, наверное. Весна на PlayRock. Наступили весенние скидки и большая распродажа товаров со скидками до 90%. PlayRock.com — это быстрый, надёжный и безопасный способ купить UC-шки в PUBG Mobile. Для PlayRock вы найдёте выгодные цены, ну а также самый безопасный и быстрый способ оплаты. Ну и, конечно же, вы сможете купить любое количество UC-шек со скидками. Сотни тысяч игроков покупают товары в любимые игры через PlayRock. И средний рейтинг на этом сайте целых 5 звёзд, ну а также более 700 тысяч отзывов, оставленных после покупки. Покупать здесь надёжно и безопасно. Ну а также PlayRock сейчас проводит в честь весны розыгрыш. Выполняйте простейшие условия и забирайте целую тысячу рублей на ваш баланс на этом сайте. Забирай подарок и покупай выгодно. Ссылка будет в описании. Так, сначала проложен, ну короче, у нас это что? PowerPlant. Понимаю, ну погнали. Не, ну а кто говорил, что будет легко? Никто. Так что полетели. Может сразу человек будет? Прямо сразу же на автомате. Всего куча. Что-то я там вообще ничего не понял. Ну, судя по всему, игрок закрыл босса. Ага. А, нет, наоборот. А что, серьёзно? То есть босс в этой стычке всё же победил. А, только нам вот его не открыть, да? А, ну, с него, по-моему, ничего и не выпало. Окей, ну тут есть авик типа, конечно, но... Нам всё это добро не нужно. Что-то не особо понятно, что здесь вообще происходит. Ну, если честно, файтится с ботами чисто я, ну, не горю желанием. Поэтому погнали отсюда быстрее. А то люди туда чё-то как-то вот не спешат. Хотя обычно людей там прям много. Ну, может быть, они ушли на Гарнет Мэйшн или на школе всем. Ну, и нам, короче, нужно посмотреть. Я думаю, прям везде. Так, там у человека проблемы? Или нет? Просто он с МР по ним стреляет? А, нет, у него не только МР, ну ладно. Но забирать надо сразу. Да-да. Слушайте, у него... А, это вообще другой чел был? Не, просто вы поняли, у него был четвёртый шлем. И нам потребовалось попасть целых три раза. Целых три. Чтобы его забрать. Ну, этот был голый. Как он вообще запустился? Хотя, МР. Понятно, всё с тобой. Ну, видимо, своя тактика. Поэтому, ну, как не попробовать сыграть голым с МР, да? Ну, правда, это будет стоить нам, видимо, дорогого. Потому что это реально трудно. Так, теперь ближе к школе. Хотя и в радиацию сходить можно. Типа, чё, нет? Кто мешает? Хотя, может быть, тот человек, который был на школе, уже куда-то свалил. Мимо нас, может быть. Друг мой, ты ещё тут? Чё-то прям слабенько стреляет. И его косяк был. Неплохо, кстати. Неплохо. Ну, типа, он лечился. И на этом мы его подловили. А чё с бронёй? О! Неплохо. Дел бы на себя, но она залита. Так что, не вариант. Выходим. Ну, вынос у нас небольшой. 900 тысяч. Но за 8 минут в целом это нормально. Ну, большинство из-за этого времени мы просто бегали по карте. Снимаем всё оружие. Благо, что, кстати, мы ещё нафармили, чтобы потом открыть ещё больше оружия. Если вдруг что. Давайте. Хани Бэтгер. Ну, или, как говорится, реванш с прошлого раза. Была у меня золотая, но при этом... Что-то вот прямо она не залетела у меня. Её сняли буквально в первой же катке. Так, что там ещё? Рукоятка? А нет, всё, больше ничего. Такая же тема. Только другие патроны. Погнали. Патрон, надеюсь, что хватит. И я взял, ну, почти 400. Ну, чуть меньше. Правда, ядовитый это явно на какого-то типа босса. Так что погнали сразу же в магазин и, наверное, на поверплент. Ну, как бы обычно мы туда и ходим. Там самое интересное. Ну, конечно, можно крысить, кого-то ловить. Но зачем? Если есть такой вот отличный поверплент. На котором бывает скопление людей. Вот спасибо, бот. Вот спасибо. Видите человека, да? Ну, что-то прям совсем. Вроде попал, вроде больно, но не хватило. Блин, ну, давайте пойдём за ним, наверное. Да, как это было и в прошлый раз. Стрелять с этой пушки, ну, вот прям мега тяжело. СКС? Серьёзно? Я в шоке. Блин, да чё ты... Куда ты? Вон у него челик идёт. А кто? Кого? Чего? Чего? Бред. Да. И попасть с этой пушки сложно, да и вообще МК-шку перестрелять. В целом, понятное дело, но благо, что хотя бы шлем нам вернули. Хотя рюкзак был, ну, прям дороже. Ну, да ладно. Ну, ещё и по голове как бы получил, так что вариантов в целом было не так уж и много. Ну, что ж, ещё одно оружие. Погнали. Гроза от сталь. Она была прикольная, ну, 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 синх 78,2, ну, шлейку, ну, шестолю мыло множество и на эту попставку. Ну, кстати, она осталась жива. Так-с, всё, он близко где-то здесь Ну, блин Я думаю, что в этом файте чел с авиком проиграет, кстати, между прочим Ну так, к слову Стой на месте Отлично Просто отлично Ну, может быть не идеально, но нормально Ну, кстати, не ясно, может быть, их было даже трое Ты как живёшь-то? Ну, кстати, кто бы что ни говорил, но дали много Ну, правда, не с моего типа А с моего вообще ничего не выпало Но вот которого закрыл он Прям отлично Правда, теперь нам бы найти ещё игроков Ну, или хотя бы одного-двух Ну, вот не поверю, что на школе никого нет Ну, не поверю Субтитры сделал DimaTorzok Этих забираем Этого тоже Ну, правда, ничего не выбиваем, но Как и есть Прикольно, кстати, что с такого босса всегда падает Типа какой-то прицел Либо коллиматорный, либо голографический И в целом Это приятно На самом деле, потому что на этой карте этот прицел один из самых лучших Давайте хотя бы магаз посмотрим Ну да, здесь неинтересно А вот на пауэрплэнте Может быть интересно Так что погнали сходим Я тут всё с тканью гоняю А по факту так-то, ну Она чё-то не особо пригождается Ну, пойдём сходим Может быть, кто-то там остался Ну, так-то нам кого-нибудь забрать бы ещё Ну, или просто я зажрался А, блин, серьёзно Капец, я испугался Да ну Босса тут лежит, думаю Чё, он не выделен Там челик бегает И просто С упора А я смотрю так, чтобы меня не заметил человек оттуда Я понял Лучше не ходите на пауэрплэнт Хотя чё, ходите, конечно Но будьте внимательнее, а не как я Потому что Вот такая глупая ошибка просто стоила нам всего То есть мы просто слились и всё Хотя так-то все шансы были На самом деле он нас даже так долго закрывал Но я чё-то прям совсем поздно понял Что он здесь Короче, забыл включить запись Открыл ящик Выпала скрылька-вышка Ну, блин, как забыл Да, ужасно Ну и, короче, сейчас пойдём с ней Потому что оружие довольно среднее И в целом сыграть с ним, ну, должно получиться К тому же урон у нас должен быть перекачан Как раз-таки на то, что нам нужно И почему-то нам выпадают только вот АВ-шки Неясно почему Я вот думал взять граник Но думаю, ладно В этот раз граник брать не будем Погнали Да Снова ужасный спаун Вот я просто ненавижу этот спаун Наверное, это один из самых фиговых спаунов И, честно, вот он в последнее время Стал даже моим нелюбимым Потому что Играть на нём я просто реально ненавижу Он, во-первых, кривой Во-вторых, неудобный В-третьих, он далёкий Ну, ещё можно запихать сюда Опасность на нём Потому что вот, типа Даже как-то всё палевно Это происходит обычно Это там как-то много выстрелов Вот реально На самом деле Я боюсь МК-шек Если пушка не МК-шка То, ну, враг Скорее всего Не такой уж и сильный Но МК-шка Просто очень опасная Субтитры сделал DimaTorzok Ну, чё сказать Лечь было не лучшим решением Вот прям от слова совсем Возможно, кстати Часть слута в нём Это не его даже Понимал бы он В какой он сейчас опасности находится Чего, как, да ну Ладно Окей Как это вышло В смысле А Я стал хп ему на две тычки Буквально, но Две головы С таким-то успехом Этот красный Тот красный И этот шестёрка Вроде вот Всё было идеально Но Не повезло Хотя Скорель так-то Пушка нормальная, честно говоря Ну, может по урону Где-то отстаёт Но Классная Хотя мы в целом Смогли прям Легко проиграть чуваку У которого была МК-шка Так что вот МК-шка имба Вот и всё В любом случае С неё легче попасть в голову Друзья, на этом мы завершаем ролик Из удачных каток У нас была только первая Ну, блин Бывает Но там нам чисто повезло Немножко в другом смысле Хотя ФАМАС Не самое худшее оружие Но вот Скорелька Мне кажется Будет даже лучше Из того, что нам выпадало Скорель это будет Одно из лучших оружий Которое было в этом видео Ну, так что Если что Берите на заметку Ну и с Хани Бэдгер Точно не играйте Потому что это Явно не твоё Вот сто процентов На этом всё Лайк, подписка, комментарий Короче, всё это ставится Ну и Не болейте, до завтра Пока